здравствуйте дорогие мои друзья наверное я сейчас больше хочу сказать нежели что-то показать и рассказать какую-то историю конкретную давайте так на фоне будет просто стикер бомбинг как я хожу клея наклейки а по факту расскажу вам почему не было видосов и чего вообще происходит в общем смотрите какая история лето это очень сложное время для того чтобы заставить себя работать в плане монтажа и вообще видео производства как конкретно пост продакшен меня вот на самом деле калит больше всего он сидеть дома за компьютером в жаркие дни это ну невыносимо и я принял такое решение что я хочу все-таки наверное пожить жизнь или это как раз для этого мне кажется существует но не просто как бы пустую сливать это время я хочу поснимать нормальный летний бодрый контент но не хочу его монтировать я подумал что лето не самое лучшее время вообще для ютуба в целом смотрят его очень слабо и не принял решение в общем сделать такой новый сезон начиная с сентября когда уже начнется осень когда мы все вернемся своих отпусков сядем за компьютер и будем втыкать вот и тогда я подрублю все свои силы вы заметили какая вода грязная сейчас ну нет ефим лох потом он обиделся и написал данья хитрук лох но я сказал так я твою фамилию даже не написал он такой а мне похуй ефим только один в селе я такой ну ладно ефим ружейников знать плохо цель какая грязь не откуда грязь то ладно это все биологические штуки почему вода такая мутная цветет до хз муж сливают чего саки здесь наверное речь даже больше о каком-то неком выгорание то есть я уже давно понял как с ним бороться и уже снимал об этом ролик года три назад наверное смысл в чем если не хочется что-то делать не делайте этого этот самый верный способ потому что если тема действительно стоящая и тебе она нравится но ты немножко подустал и как-то под уже под истощен от этого всего однообразия то лучше сделать перерыв и так или иначе если тема действительно твоя ты к ней вернешься это однозначно уже проверено и лето как раз самое мне кажется подходящее время для того чтобы сделать некий перерыв в этом да и телеграмме тоже как-то сейчас не активно веду потому что ну как-то было бы странно дайте ограничивать youtube контентом а в телеге что-то выкладывать надо полностью вот хочется полностью просто уйти вот в это состояние обычной жизни без медийного этого составляющего которая появилась у меня там пять лет назад грубо говоря но и надеюсь у меня получилось передать мысль то есть я никуда не пропал я просто набираю жирку для того чтобы нормально начать сентябрь нормально начать новый сезон и постараться все таки более регулярно выпускать ролики потому что я сам этого хочу в первую очередь конечно же и стримчанские подрубать и прочее но для этого нужно набраться сил привести себя форму и и пошите дальше самое то интересное что движ то есть как бы все происходит но только вот вот именно просто сконцентрировать это видео формате сейчас очень проблематично это всегда было так статья как тот пытался прошлые года летом как-то работать в над этим надо просто как-то может быть под напрячься в этом направлении и тогда будет все нормально да нет это получается что я делают из-под палки ну и плюс еще соответственно как бы просмотры там тоже такие очень слабенькие а стараться выпускать какие-нибудь классные жирные вещи в тот момент когда их толком никто не посмотрит но это тоже не совсем правильно я считаю а так у нас впереди много чего интересного уже отсняли одну такую мощную вылазку с одним уличным художником пока не буду говорить с кем полазили по москве бомбинг среди белой дня прям в центре также приезжал ростислав в москвич ходили на выставку бэнкси этом репортаж снимал в общем не тоже видосик будет также расскажу о том как я провел мастер-класс по трафаретам для детишек попрактиковал педагогику так сказать ну и конечно же лето это время фестивалей уже на одном побывали провели там один арт перформанс прикольные такие трафаретные работы у нас получились прямо на стендах и кстати уже завтра я отправляюсь на монтаж сказки будем собирать декорации для фестиваля постараюсь под снять и передай что такое волонтерская жизнь ну и покажу фестиваль изнутри по возможности я не могу уверенно сказать когда будет следующий ролик поэтому рекомендую все-таки поставить колокольчик и тогда уведомление придет вам и вы поймете когда вышел новый ролик ну вроде как будет интересно ну мне так кажется мне было интересно все это проживать и надеюсь что вам будет также интересно смотреть на это ну все давайте не скучайте